Итак, уважаемые друзья, очередное видео для вас, для того, чтобы вам было легче работать с вашими пчелами. Делятся пчеловоды, которые жили лет 50-60 лет назад и больше. Итак, друзья, о выводе и подсадке маток. Эта статья называется «Обзор писем читателей». То есть каждый пчеловод, читатель, который имел, он может поделиться тем, что было. Ну а вы уже делаете прогнозы согласно вашего пчеловодного образования. Пчеловоды в своей работе широко используют различные приемы вывода маток. Они испытывают разные способы формирования семьи-воспитательницы, подсадки, их внуклюсы и семьи. И о результатах своей работы пишут в редакцию нашего журнала. Ниже приводим некоторые наиболее интересные сообщения. Пчеловод колхоза «Красная звезда» Пластуновского района Краснодарского края Завгородний интересным способом выбирает семью-воспитательницу для вывода маток. Он отбирает маток от нескольких сильных и продуктивных семей, оставляя в гнездах одинаковое количество открытого расплода. Спустя два дня после их осиротения выбирает семью-воспитательницу по количеству заложенных свящевых маточников. То есть маток отобрал старых, а в семьи закладывают свящевые маточники. При этом он считает, что чем больше семья заложила маточников, тем охотнее она будет воспитывать маток. Именно такой семье он дает личинок для выращивания маток. Так он формирует семью-воспитательницу. Ну, с одной стороны, я считаю, что это реально и справедливо. О своих наблюдениях по подготовке сота для вывода маток сообщает пчеловод Шестаков. То есть подрезкой сота. Старинный способ. Вот, быстро делали, подрезали сот посередине. И можно делать его напрямую, и можно зигзагами подрезать. Ульяновской области. Он пользуется приемом вывода маток на подрезанном соте с молодыми личинками. При этом товарищ Шестаков обнаружил, что личинки исчезают по линии среза. Гибель их он объясняет тем, что пчелы переделывают ячейки, удаляют вместе с остатками кокона и корма, также и личинку. Поэтому Шестаков предлагает при данном способе вывода маток пользоваться сушью, в которой расплод еще не выводился. То есть не черную сушь, а чистую сушь, в которой не выводился расплод. И тогда пчелы меньше чистят и не удаляют лишние личинки. Положительные результаты получил пчеловод Башко из Нехворощанского района Полтавской области, применяя способ двойной прививки личинок. Этим способом Башко на пасеке Годячская школа пчеловодства за 1951-55 год организовал вывод высококачественных маток. И оценоскость отдельных с них доходила до 2200-2300 суток. В своей работе товарищ Башко применяет изоляцию маток на 3-4 соток в семьях-воспитательницах за 9 дней до дачи личинок на маточное воспитание. То есть матки также ограничены. Помните, я писал, что вывод, давал видео уже, вывод маток при наличии матки в семье. И это уже практиковалось. И сейчас здесь вот показывают, как он практикует. День дачи личинок удаляет матку вместе с молодым расплодом. То есть ее сначала ограничивает на 3-4 соток 9 дней. То есть она ограничена. А потом ее убирает, когда личинки дает. На следующий день вторично прививают личинок, выбрасывая предыдущие. Прием личинок в данном случае достигает 95%. Часто случается, что неплодная матка долгое время не вылетает на спаривание. Что может привести к ослаблению семьи. Пишет Бакулин, пчеловод совхоза Керменск-Тарамлинского района Сталинской области. Предлагает проверить свое наблюдение о том, что постановка в семью с неплодной маткой рамки с открытым расплодом ускоряет вылет матки на спаривание. Ну что интересно, я проводил этот опыт и у меня записано на многих видео, семья Донор и другие семьи. Если вы хотите посмотреть, это работает очень хорошо. Как матка только вывелась, вы можете подставить туда рамочку за севом с открытым расплодом и практически матка быстрее спаривается. Дальше читаем. Он отметил несколько таких случаев. Например, в одной из семей в течение 34 дня с 20 мая по 22 июня 1955 года матка не приступала к откладыванию яиц. Да, ну обычно говорят, что матка в течение 30 дней, а потом теряет желание спариваться. Ну опять же, никто не спрашивал маток, когда они желают спариваться. Обычно такое ученые говорят, что в течение 30 дней, а потом трутовка становится. Но здесь 34 дня. Через 4 дня после постановки в семью рамки с разновозрастным расплодом матка начала яйцекладку. Товарищ Бакулин считает, что при выводе маток, особенно в неблагоприятное время, данный прием может оказать существенную помощь пчеловоду. Важно не только вывести матку, но умело ее подсадить в семью. Существует несколько способов подсадки маток, которыми пользуются пчеловоды. Ну здесь 6 способов описано, я их зачитаю, они небольшие. 6 способов подсадки маток описывает пчеловод Фокин из Тамбовской области. Первый способ. При помощи маточной клеточки. То есть в клеточку посадили и закрыли литочек, как говорят, отверстие в осиночкой пластиночкой. И через сутки проверили, разгрызли ли, чи нет, матку выпустили, чи нет. Большого стерчатого колпачка. Можно колпачком на молодых пчел, которые выходят струсить старых пчел. И молодые, которые вылазят на крыль, колпачком пустить матку. Через литок. Ну через литок это тоже интересно. Можно пускать при интересном таком условии, что матку вы забрали хотя бы за 2 часа. А потом пускаете через литок. Но если на следующий день можно через литок пускать, только обычно вход закрывается. И часть летных пчел, которые сторожат, ползают на верхние стенки. Пускайте на верхнюю стенку. И смотрите, если они ее обступили нормально, все лижут, то можете и дальше пускать в литок. Это более подходящий вариант. Некоторые просто пускают через литок и рассчитывают на ось. Пройдет, значит пройдет. Прямой подсадкой на сот. Это тоже самое интересное. Я так и показывал в моих видео, как я это делал. Берешь маточку, закрылочки, сажаешь на сот. Она, если они ее принимают, то они ее обступают так по кругу, лижут, не напрягивают. Редкий случай, но бывает не принимают. Тогда приходится применять через подсадку маточной клеточкой, чтобы она усвоила запах. Дальше. При помощи маточной клеточки, по способу, который у автора дал стопроцентный прием. При этом способы старую матку выдерживают в клеточке одни сутки. То есть старую матку, которая была, ее не уничтожают. Если вы имеете старую матку и хотите сменить, то ее сажают в клеточку и она сутки находится в этой клеточке. Потом эту матку убирают с этой клеточки и пускают в эту клетку новую матку, которую закрывают на сутки и потом выпускают. И она принимается 100%, потому что там был запах той старой матки. И, по-видимому, это играет большую роль. Вот такой вот вариант подсадки маток. Это что интересно, друзья. Я советую вам это взять во внимание и чтобы вы были успешны. Особенно практиковать. Теория это одно. Сейчас вы слушаете теорию. Но если вы ничего не практиковали этого, то теория для вас это будет ноль. Ваша задача постепенно иметь свой опыт. Всякому пчеловоду, который имеет свой опыт, он работает на основании своего опыта. Не то, что там где-то вы увидели, услышали. Работает на основании. Потому что он не доверяет. Ему нужно обязательно развивать свой опыт. Всякий раз, если вы не знаете и боитесь подсаживать маток, то, естественно, вы будете иметь убытки на своей пасеке. Желательно, чтобы вы умели подсаживать, не бояться. Разные способы. И у вас будет успех. Еще интересная информация. Удобная разделительная доска. У вставной разделительной доски является важной деталью улья. Особенно велика роль этой доски в улях-лежаках, в которых сбоку основных семей многие пчеловоды содержат еще временные отводки для нуклеусов. По мере роста той или другой семьи вставную доску приходится передвигать. В тех случаях, когда при изготовлении улья строго не соблюдаются внутренние размеры или делают улья из непросушенного материала, отчего они затем коробятся. Обычно вставные доски порой бывает трудно переставить с одного места на другое или между ними в стенках улья образуется щель. Имеется в виду, что вставная доска плотно закрывается, доходя до дна из боков стенки, чтобы там сделать отводок и чтобы пчелы не перелазили туда или сюда. То есть это полностью считается как стенка передвижная. Читаем дальше. Что же они тут предлагают? Чтобы предупредить возможность такого прохода пчел и матки, я к боковым и нижней стороне обычной тесовой диафрагмы доски прикрепляю резиновый шланг. Диаметр шланга наружный 12 мм снаружи, а снутри 8 мм. Вот такой шланг резиновый, они обычно продаются. Сейчас много шланг, и у нас тут в Соединенных Штатах Америки продаются, и там в России, я думаю, есть в автомобильных магазинах везде шланги такого разного сорта. Что же он делает? Представим себе, это доска, которая разделяет с плечиками здесь по краям. С плечиками по краям. То он вот эту шлангу набивает по кругу полностью и с этой стороны. Здесь, где изгиб, он шлангу вырезает под 45 градусов, чтобы она могла согнуться тут ровненько. Вот. И прибивает по кругу. Что это дает? Если делать просто доску, то часто доски коробятся, получается тут проход, как говорится, или трудно ее вставить, или трудно вытащить. Итак, что это дает? Общий вид доски, тут он нарисовал, как я вам показал. Преимущество такой доски состоит в том, что благодаря шлангу между ее торцовыми сторонами и стенками улей образуется свободный ход равный 16 мм. Сумма двух показателей внутреннего диаметра шланги. Вы поняли? Внутренний диаметр шланги 8 мм. Поэтому 8 мм можно сплющить, как говорится, когда вы всовываете. С этой стороны и с этой стороны 8 мм можно сплющить. И поэтому шланга может двигаться, то есть вставная доска может двигаться таким образом. Это очень много. 16 мм. Это не 2-3 мм, а 16 мм. Легко такую доску вставить, подвинуть туда-сюда. И это он говорит, я не пробовал, но советует. Хорошая будет вам, как говорится, подспорье, когда у вас такая удобная доска. Так, который позволяет легко передвигать диафрагму, обеспечивать в то же время надежную изоляцию одного гнезда пчел от другого. Такого свободного хода разделительной доски бывает вполне достаточно, даже в улях, имеющих покоробленные стенки. Резиновый шланг к боковым и нижним сторонам вставной доски прикрепляют гвоздиками с небольшими шайбочками из жести, подложенными под головки. В местах изгиба в шланге нужно вырезать окно с наружной стороны по форме указанной на рисунке. Как я уже говорил, где на углу шланг изгибается, под 45 градусов шланг вырезают и изгибают. В нижней части разделительной доски забивают два гвоздика, с помощью которых достигается более устойчивое положение вставной доски в улье. Итак, друзья, вот такая, как говорится, информация для вас. Это обмен опытом, это очень хорошая информация. Ну и еще немножко о медосборе, друзья. Почему в медосборе пчелы не могут существовать без нектара в окружности? Никто не скажет, что пчелы питаются с земли, выбирают сок с земли, но они выбирают сок с растений. Поэтому очень важно поддерживать постоянно, если у вас пасека стационарная, и надо поддерживать контакты с соседями, которые имеют участки садовые, если вы живете на этих участках садовых, или же соседи, которые у вас там имеют большие участки, которые занимаются бизнесом, чтобы иметь контакт, чтобы они не затравили ваших пчел. Ну, естественно, разговаривать с ними, что они будут сажать, и какие будут посадки. Или, может быть, вы сами сажаете. Вот, пожалуйста, я прочитаю интересный опыт, небольшой, коротенький рассказик. Увеличение периода взятка с кориандра. Среди пчеловодов кориандр заслуженно считается отличным медоносом. Один гектар посева этой культуры при благоприятных условиях может дать до 500 кг меда. Это очень-очень хорошо. В районах кориандра сеяния можно часто встречать массивы его посевов, кругом обставленные, вывезенные пасеками. То есть, где посеян кориандр, пасеки подвозят туда. Вполне понятно желание пчеловода удлинить период взятка с кориандра. Всесоюзным научным исследовательским институтом произведены опыты посева кориандра в три срока, которые позволяют удлинить период взятка. В районах с мягкой зимой рекомендуется высевать кориандр с осени в виде озимого посева. В условиях Северного Кавказа озимый посев производят во второй половине августа, хорошо подготовленную почву. Это говорится о Северном Кавказе. С осени кориандр развивает хорошую прикорневую розетку. Из такой розетки идет под зиму. Весной озимый посев следует проборонить поперек рядков легкими баронами в один след. И по мере уплотнения почвы и появления сорняков проводить широкорядные посевы культивацию. Озимые посевы кориандра зацветают на 2-3 недели раньше весенних. Ранний весенний посев производится после покровного баронования и последующей культивации одновременно с ранними зерновыми культурами. Кориандр ранневесеннего посева цветет в центрально-черноземных областях с середины июля до середины августа. Между прочим, это хорошие месяцы для поддержания взятка. В предгорной зоне Северного Кавказа в июне-июле. В Сибири районы Новосибирска в июле-агусте. Третий срок кориандра высевают спустя 12-15 дней после посева ранних колоссовых. В этом случае почву рано весной оборонят и культивируют. Через 10-15 дней проводят вторичную культивацию для очистки поля от прозрастающих сорняков. После этого высевают кориандр. Цветение корианда при этом способе посева наступает позднее на 6-10 дней по сравнению с ранним весенним сроком. То есть, приблизительно на 10 дней каждый срок смещен и того цветения корианда приблизительно дает где-то 30 дней. Это весьма и весьма очень хорошо. Итак, друзья, если вам нравится и вы смотрите мои видео, то берите во внимание все это нужно. Это трудный, как говорят, кровоподливый труд, который пчеловод должен знать и стараться развивать свой уровень развития по пчеловодству. Если вам это интересует, смотрите, я буду стараться вам давать полезную информацию, которая будет со временем сделать вас опытными пчеловодами. Ну, если вы молоды, то к старости вы будете также давать советы другим людям и все будут прислушиваться и спрашивать. Знание ставит вас на высшую степень. Вы будете учителем, вы будете опытным пчеловодом, который будет, как говорят, в почете. Удачи вам! Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем вас до следующего видео. Продолжение следует...